Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, и мы с вами в четвертых героях, которые меча и которые магии. Астрологи месяц предсказали, да. Скорее всего, эта серия у нас будет завершающей. Опять же, если полностью погружаться в эту карту, то здесь можно провести больше 20 часов только на этой карте. Ну, ребята, ну зачем вам? Ну кто сказал вам драться? Ну зачем так поступать-то? У меня есть вампиризм добавился. Круто, хорошие вещи добавились. Так, точно же. Боник. Боник. Ну серьезно, дерутся, трепыхаются. Зачем? Никто из вас даже не дойдет до меня. Ну, у нас с вами вроде как некого челленджера, но за 4 часа. Я понимаю, что серии на самом деле идут чуть побольше, чем по часу. Но, в общем-то, получается сопротивление к магии 70%. Офигаси. Я вот это, пожалуй, одену. У тебя плащ вообще есть? Есть. Плащ-палатка, да? Хорошо. Пойдемте освободим этого героя. Мы проходим эту игру не для того, чтобы пройти ее, а она давно уже пройдена. Блин, чувак, ну зачем тебе это? Ну вот, на меня начали нейтралы нападать. Ну круто. Просто замечательно. Я сейчас закуплюсь в том замке, и он тот замок никогда не отберет, но он начал у меня... Миночку, ты убил своих же, нет? А, это были мои. Хе-хе. Ладно, надо закупиться в этом замке, чтобы у компуктера не было поползновений и сюда что-то сделать. Возьму-ка героя сюда. Харек. Можно это Зара взять? Неплохой чел. Сейчас мы тут все скупим, и, в общем-то, все. То есть, я в замке. Восемь рыцарей ко мне идут служить, остальные идут нафиг. Мелодия. О-о-о-о. Мелодия это довольно редкий герой, насколько я помню. У нее... Какой призыв класса пятого? Ой-ой-ой. Это красиво. Ты у нас будешь... Ты у нас как раз эльфийский герой. Ты у нас будешь дежурить... Так, эфриты. С эфритами мы разберемся. Она у нас как раз сейчас пойдет в тот замок жить, который мы захватили. Есть шесть эфритов, да? До свидания. Эфритами мы как раз ничего не сделаем. Хотела сказать, как раз сейчас позабираем. Ну, идите вы нафиг, слушайте. Вот не надо. Все. Так, дружище, ты у нас пойдешь сейчас захватишь деревяшку. Прикиньте, на меня сейчас скелеты... Сотни скелетов нападут! А-а-а! Ну, я ее еще потом отобью. Блин, скелеты реально могут напасть. И ведь на пали же. Я подожду, пока вы ко мне подойдете. О, рыцарь, если я помню... Давай, каменную кожу тебе. Два хода. Тварь. Волков, пожалуйста, стыдно. А теперь наносим рыцарский удар. Хоба, хоба! По 33 штуки. Хоба, хоба! Блин, он убьет героя. Мы тут бесов просто избиваем, но мы проиграем, да. К сожалению. Ладно. Я сейчас вернусь. Погодите. 233 беса улетела. Золото. Я заберу птичек. Тут кроме птичек. А, еще и циклопы. Блин, вот циклопы это опасные, ребята. С циклопами биться, неблагодарная затея. И у меня только два. Погоди, у меня только два затыкачика есть. Давай вот это. Давай вот это. Блин. Жар. Еще одного. Мне нужно вон-то вот... Так, 900. У тебя сколько жизни? 95. То есть, по идее, десятерых убьет, но он что-то кинет сюда. 2, 21. Конечно, конечно. Заткнусь, тварь. Так. Минус 18. Еще минус 1. Хе-хе-хе-хе. Так, этого мы сейчас убьем. Ну и все. До свидания. Ну, я так говорю, с циклопами неблагодарное дело драться. Сколько мне? 21 мага 5. Ладно. Половину вернули, и одного джина вернули, что тоже хорошо. Нифига хорошего тут, конечно, нету. Ну, ладно. За 15 джина могу получить уровень. Давайте, получу. Не хотят мне давать магию жизни, как я-то планировал. Прямого урона действует на 50 сильнее, занимает обе руки. Нет, спасибо, пока что не хочу. Хорошая вещь, я не спорю, что хорошая вещь, но пока что не хочу. Оргонитка руды, 1000xp, грифоны с тиграми. Вот грифоны с тиграми не опасные, ребята. С ними можно пободаться. Центральный остров? Да забирай на здоровье, блин. На тебе, автоматический бой. Этот чел у меня сейчас будет отнимать ресурсы, но на самом деле, честно, пофиг. Мне нужны замки, замок он мне не отберет, поэтому вообще пофиг. Пойдем заберем вот эти ресы. Ну, то есть ресурсы можно забирать и юнитами, без опаски что-то профукать, поэтому почему бы так не делать. Щит хаоса, что является хорошей вещью, я его одену. Вместо гномьего щита обычного. Кстати, зельки, зелька бессмертия. Где она у нас там была? Мне же убили одного чувака. Да, надо выпить еще одну зельку. Удачливость. Какой я удачливый, я нашел зельку удачливости. Тут у нас троглодиты живут. Троглодиты это вообще самый легкий челлендж, потому что там бывают призраки, бывает кто угодно, но троглодиты это в принципе, ну, просто мишени. Они еще так удачно подходят поближе, чтобы по ним можно было попасть. Спасибо, ребят. Бывают призраки, бывают элементали, водяные, какие угодно, ледяные, блин. А так, ну, это вообще халява. Волшебный дракон, 34 штуки. Кстати, могут быть проблемой. Так как они полностью отражают любую магию. Сейчас сколько их будет, если три стека? Три стека, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что я хочу? Я хочу, наверное, точность. Да. Нормально. Главное их убить с первого раза, потому что, я же говорю, после смерти эффект отражения магии исчезает. что хорошо ой там перчатки вот все 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 перчатки мне нужны перчатки дают нам плюс 25 процентов хода по земле а это много если чем хватит там летать слушай достал тварь захватим сейчас деревяшку вот собственно и последний замок за фнаф те кто голосовали за фнаф прошу сюда лошадки собственно мы можем закончить игру уже прямо сейчас вот прямо уже на этой на этом ходу наверное если мне хватит ходов но раз уж серия у нас относительно только начинается я бы пожалуй еще поиграл бы чтобы показать вам еще несколько тысячи которые здесь есть во первых заберем перчатки у нас там так ходы сколько ходов 37 дает нужно будет одеть на основного черт побери персонажа от немножечко печально а нет нет все сработало здесь хорошо у нас есть некоторые артефакты которые вот непонятно как работают 4 дьявола отделяет меня от победы в игре если чем фигня сейчас долетается придется прихлопнуть 1000 xp гидры гидра но опять же не представляет нас никакой угрозы но и почему-то не бегут ну ладно опять же замедляем прицеливаемся просто фигачим знаете в чем прикол вот бой как у нас был в прошлой серии с героем с черными драконами и всякие такие моменты где потеряю просто большое количество персонажей я обычно загружаю и переигрываю потому что мне нравится когда у меня принципе без потерь проходит война а кстати грифон меня вообще не видит это у нас магия хаоса но все заклинания для этого нужно мне просто первого у меня хаос первого уровня сразу знаешь чё я дам тебе эту книжку если ты прокачаешь себе хаос ты можешь ее одеть 1 гидра что сможет сделать 1 гидра но поскольку у нас сейчас прохождение не настолько дотошная четко вот с хавом и и проходить я не буду всю карту и показывать я вам буду только определенные моменты поэтому так уж и быть в этот раз я некоторые вещи не загружал и потери которые понес они не такие уж и большие поэтому пофиг грифон спасибо до свидания вы свое дело сделали мы еще золото заберем куда умчался оранжевая тварь он же тут где-то бегал вот этот центр острова он просто насыщен разнообразными вещами тут и коралловые доспехи доспехи хаоса тут смотрите посередине сидит дракон 40 драконов тут кстати зеркало воздаяния наделяется возможность магическое зеркало такой как живу как у золотых драконов очень крутой артефакт все что прилетает в героя возвращается обратно отправителю что прикольно так вот у нас тут 40 драконов в каждом из этих по 20 драконов здесь их потом можно нанимать прикиньте и у нас тут есть гинжал скорби титана враг принявший на себя утарг этого оружия получает самое низкое значение морали подобно воздействие заклинание магии смерти печаль это реально печаль для врага давайте я построю здесь вот эту штучку будет еще на все в нам сейчас на вообще настолько пофиг на ресурсы на все что здесь происходит так благородство тебе дружище дипломатия 5 класса жизнь у нас джина до получаем целитель стопятой ступени тоже хорошо собственно все наверное тут у нас я могу опять титана взять есть тот остров естественно можно ходить зачищать тут куча всего интересного прикольного давайте еще по округе побегаем поищем оранжевую тварь потому что интересно где он делся что блин не погоди он где-то здесь скакал это вообще как ты тут по моей территории будешь ходить не 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 чем он на лодку сел наивный ублюдок нейтральщик реально задолбал дружочек мне кажется тебе пришло время отъехать не надо ничего так тебе пора до свидания ты вот 7 циклопов это неприятно надо вас под заткнуть и че майки там делаешь сильно магический не 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 в смысле убежать убежать он хочет зачем ты тут в первую очередь бегал скажем так убежать он хочет так ну знаете в таких случаях говорят спасибо что принесли лут довольно много ерунда всякая но довольно много ерунды ладно ребят секунду у меня что-то ощущение что того оранжевого придурка могли здесь убить не дожидаясь меня просто взять и там грохнуть и все так на самом деле лишь говорю когда мобы просто плавают это черт с ним но опасность меня заключается в героях потому что герои могут отбирать объекты могут проревет а это случайно это сизой погоди ну да сиза и голубь ты нашли закрылый 42 я забираю вот это надо заткнуть вот этих вот что я говорю они по мелочи стреляют мелочь потом страдает они мелочь тоннами просто валят в какого-нибудь хоббита прилетит такой камень там один камень величины с 15 хоббитов корона не носили с собой так циклопедия иди сюда но я могу конечно сделать вот так сейчас на следующем ходу засесть на кораблик вот эти оранжевые титаны ходят неужели он от меня все-таки как-то сбежал ему убили героя чтобы воскресить героя ему нужен замок а замок он уже никакой никогда не получит в принципе в своей жизни это ему уже не светит так можно джемы тут интересно что с этой стороны творится тут у нас маяк прикиньте этот порт не захвачен с этой стороны и тут вообще никто не убит с этой стороны как будто не об красный уходит из этого мира стоп кто ты был вообще кто-то высадился ладно потом понаблюдаем маяк заберем себе вам все равно не понадобится а кстати лиловый отряд тебя рыбки укатали что ли это лиловый пытался тут куда-то выйти на какой-то рубеж и его просто шваркнули блин зря сюда пошел пойдем вот этим вот титаном наверное можно так посмотрим что у нас тут творится немного исследуем территорию я же говорю нейтральники меня не особо волнуют потому что нейтральники у них уже ничего не смогут сделать особенно после как я убил самого главного нейтральника на карте то что они бегают надоедают да но такое так титаны джины черт ноги ноги голем это вообще ни о чем стоп-стоп-стоп-стоп-стоп ребят вот это это он до с этого момента поподробнее вот этот варина вот за кем я гоняюсь иди сюда скотина я по я покупаю тебя 1 мая 1 титаны 18 магов торжественно заявляют на это что тебе просто крандец на отварину сдохни удерживается в замке елки они плохие кстати арты но бумажки всякие это понятно сапожки хорошие кольцо жизни я пожалуй могу даже еще одного героя пойти освободить по хорошему освобождаешь героя можно скинуть ему некоторые шмоточки из того которые у тебя есть ну то есть у тебя все равно лишние шмотки смотрите у нас прям коллекция артефактов сейчас распределим и вернемся кстати у нас тут выпала книжка которая типа все второго уровня все магии путешествие то все заклинаю второго уровня да все верно и по обложке узнал так это твари мы справились ну что серьезно она меня бесила возьму 60 копейщиков остальные пусть валят отсюда килик 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 зеленый кстати я же ни одних других ворот больше что не находил раз уж на то пошло я доволен что я осомстил этой маленькой какашки которая бегала которыми в прошлый раз надавала по щам теперь я могу прям спать спокойно ты у нас маг то тоже маг седьмого уровня хорошо забирай копейщиков и идите нет ни нафиг идите сюда не зеленый замок по оба зеленых героя пойдут туда по пути забирай наверное золото чему там пропадать нас там продолжает ходить оранжевый титан он там что-то даже кого-то давит кого-то сопресит вот но принципе никакой опасности он сейчас не представляет вот тут неплохо магическая территория но смысле все занято было раньше вы нормальные тут кто-то я не вижу ой кстати шлем шлем люлича это вот эта штука очень нужная пойдем заберем не не то что прям я еще с кем принятам огненные элементали не тоже тебя прям собрался с кем-то еще воевать не то чтобы на карте есть кто-то там не смог бы победить убегите убегите твари здравствуйте потери так я не могу заставить их забыть да потому что это элементали элементали как слоны они как они забывают но я могу убрать с дороги грифона минус 20 елки-палки отравить могу и отравить не могу красиво ну если на этом все закончится тогда в принципе я доволен иди сюда чтобы лучше по тебе стрелять было просто он отвечает только один раз сейчас проще было чтобы он заглялся на героя и потом не отвечал всем остальным ну вот и все 20 хоббитов сгорели и приобрели румяную корочку но 10 из них мне вернули так что я не буду жаловаться эти грифоны пусть идут в задницу экспу я могу стать и эти камни пособирать если чем так шлемчик шлемчик мы наконец-то забираем и лежит он у нас здесь но пока что его не будем одевать потому что нам еще предстоят морские путешествия мы можем одеть потом а тварь богатыря от тварь богатыря тактика первой ступени да это нужная вещь что мы там топчемся уже на одном месте думаю нужно пойти сюда так нам циклопы циклоп меня в принципе не особо привлекают еще 500 экспой не опыт еще ладно все валим другой замок а нам же еще героя нужно подобрать что я забыл вообще что ее там убили хожу такой чувак то продолжает титаном веселиться бегать так просто до конца открытия карту там там булава кстати неплохая но но нет я туда сейчас уже не пойду но опять же это будет оверкил а вот чем прикол потому что много много скелетов все я вспомнил почему что случилось с этим героем насчет много скелетов идите сюда много скелетов нам надо поговорить все разобрались минус два богомола но два богомола то такая мелочь уже иди сюда забери деревяшку иди в замок спасибо мелодию воскресили получил экспо все счастливы как дети супер причаливаем сюда забираем всю эту мелочь и пойдем заберем магов потому что ну фигли там маги то все маги то иди сюда получается что как там дипломатия она немножечко более имеет больший эффект чем чарм потому что максимально максимально развитая дипломатия дает тебе больше существ чем максимально продвинутый чарм но за деньги вот к тому же как вы видите количество но в смысле но натворила себе всякого существа то они разные некоторых можно подкупить некоторых можно очаровать и эффект он не всегда совпадает так 11 магов я заберу спасибо этих магов тоже заберу и пойду в университет тут обычно лежала куча магических вещей но тут уже покопались смерти и жизни пятого круга нормально хорошо да не сюда на самом деле сюда можно так а вы пойдете дрова охранять сидите здесь убить вас что ли нет вот серьезно немного группой блин а тут очень сильная армия между прочим да тут нету героя но тут очень сильная армия с другой стороны но без героя нафиг они не сдались ну типа они все равно мне ничего не сделают так циклопедия 70 циклоп вредные твари сдайтесь пожалуйста давайте я заберу вот 10 штук и валите отсюда да спасибо не хочу с вами связываться просто идите к черту есть юниты которые каким бы ты ни был сильным они все равно остаются напряженными для тебя собственно вот замок я еще не знаю буду ли по морю предшествовать и вот академа сколько у меня 7 моральки становится сразу 10 это максимальная ай я не могу я не могу сюда попасть хорошо я был здесь не помню просто нет не был смотрите по 66 по 64 по 77000 стоит сейчас экспо то есть тут тысячи экспы которую я получу но она как бы до задницы будет магия хаоса мне в принципе не надо воскрешение первого круга да ну я сюда хотел магию жизни поэтому мне сейчас новую ветку хаоса сюда вставлять не надо возьму воскрешение здесь вот можно наконец-то взять хаос здесь можно взять защиту так чуваки давайте нет вы просто убежите отсюда и никогда не будете возвращаться так что вот эти сундучки по 1000 они как бы уже не особо чего и ценные но с другой стороны а деньги зачем ну то есть вот прям реально по моему это последнее что есть у оранжевого да давайте мы их просто сейчас попробуем убить где ты вот это ты у меня есть шесть черных драконов семь давайте я попробую на них наехать ну то есть насколько это хорошая идея будет они же без героя у них нету бонусов там всяких крутых и все дела к тому же я могу сделать вот так использовать мага как прокладку и убить половину и неудача вот это про тебя будет в рассыпную ребят сейчас атомная бомба прилетит а не не прилетит погоди ты у нас будешь ход пропускать все неплохо я не я не могу ну давай тогда к тебе прилетим да они в титану в рукопашном бою становятся полностью тряпочными собственно я знаю это моя собственная проблема потому что я сам хожу с титанами у меня как раз из-за этого знаю как это работает у меня как раз из-за этого знаю как это работает у меня заметили неким ну все ребят до свидания да черные драконы собственно хотя убили одного да но ты черным драконам не особо что противопоставишь ну получил еще сто тысяч пятьсот экспы там всякой тоже хорошо но он там бегал дергался лапками зачем мне это нужно так тут давайте по мелочи все это вокруг тоже по зачищаем нафиг бутылочки сосуд с ядом не надо буква d в конце не путайте меня жидкость и ресурсы все это на данной ступени игры уже абсолютно не имеет никакого значения идите нафиг потому что ну как видите я не знаю что сейчас должно произойти чтобы с моей армией что-то случилось щит громов о кстати анг жизни цепочка а цепочка друида анг жизни он действительно анг крест он не я что-то тупанул цепочка друида но у меня нету друида как такового который хорошо бы давал 200 бандитов сдаются сюда можно ехать феи эльфов пожевать там тут все то мне тоже не надо так ребят вы тоже давайте просто сдадитесь да отлично я заберу я заберу и пойду домой оранжевого кстати мы неплохо так отпинали нет возможно он еще где-то там трепыхается у нас все таки пол карты не открыты с замка да давайте и валите отсюда с баллистами шутки такие себе потому что ребята механические на них не действует тоже там половина разной магии какой только возможно так что ну его нафиг вообще элементали и механика это огромная проблема да давайте валите нафиг мы просто сейчас снабжаем себе наши шахты новую охраной почему бы нет журнальчик капитан судовой журнал мы опять же возьмем кольцо здоровья возьмем но просто потому что ну а почему они просто валяются на дороге что бы их не взять то так ну и все попробую наверное сейчас пойти да вот этих вот нейтралов ушатать и будем наверное потихонечку на этом заканчивать вот потому что иначе нам пришлось бы а кто у тебя ангелы чемпионы а у тебя даже ангелов нет у тебя чемпы а баллисты баллисты вот я же говорю баллисты да это вредная штука лучше сохранится ну что из баллисты может хорошо прилететь но у тебя стрелков других больше нету на баллисту кстати не работает ослепление да здравствуйте что я хочу сделать я хочу ну баллисту можно телепортировать и уничтожить с удушающим газом чемпионы у них если я правильно помню особенность чем дольше они бегут тем больше у них урон ну что они типа разбегаются так зачем я просто стреляю когда я могу сделать вещи получше например общий блэс могу сделать со страшным звуком в общем чемпионы у нас не доживают копейщики не доживают сквайры ужас тоже не доживают и даже чемпиона ну в смысле героя мы убиваем 25 скелетов спасибо блин вот теперь мне будут после каждого боя лезть скелеты потому что я прокачал да давайте и до свидания отсюда потому что прокачал некромантию мне она не нужна была но как бы знаете выбираем меньше из двух зол вот теперь вот этого чела надо убить я помню что он крепкий ну сам герой вообще герой из это у нас если что это головоломка была которую можем собрать я вам уже про нее рассказывал христиане идут нафиг 158 да ладно ну фиг ли вы драться то хотите ну ребят я иногда не понимаю просто логика игры они видимо там смотрят свой суммарный урон свои суммарные там эти статы такие ну мы можем ну по сути никто из вас даже не доходит сюда просто банально рыцари крутые ребята я не спорю но если они доходят они бьют два раза это по существа четвертого уровня если я не путаю там есть монахи или рыцари просто выбираешь но блин не в этой ситуации если играть за замок жизни замок жизни очень хорош сам по себе там много крутых героев опять же те же самые архангелы которые так скелетикам можно если что спокойно пожертвовать походить и выбросить его просто использованное кое что дизабо которое у нас получает сквайров который получает вот эту экспу и валит из опасной зоны вот в этот замок все договорились получается у нас остался один нейтральный герой который нам продолжает тут глаза мозолить целесопротивляемость конечно да просто суперская вот ты дружище у тебя десятки сотни и тысячи все поехали мочим его и пойдем забирать замок я могу 270 берсерков у него он хочет сбежать самый мужественный герой на карте ну потому что он из замка варваров они типа все мужественные такие захотел сбежать от меня он реально оценил свои планы такой наверное мне это не нужно знаете что наверное мне это не нужно я хочу спокойную пенсию чтобы меня никто не трогал ну и тогда все получается едем к последнему замку по пути еще посмотрим что нибудь интересненького потому что телепортироваться мы пока что не можем и даже не мойдем 20% урона и фриты и лошади да давайте заберем их там красный плащ есть 6 ифритов да они даже драться не захотели до свидания ребят защитный плащ ну-ка вся армия получает 30 сопротивления майки но у меня есть зеленый плащ который лучше поэтому немножко неуместно идем к ой блин там воздушные элементали честно не хочу потому что воздушные элементали очень мутные ребята вот они далеко ходят опять же потому что они элементали на них не действуют там просто сто пятьсот разных заклинаний которые могли бы быть полезными но они здесь просто бесполезны потому что элементали вот кстати да у нас если вы вдруг заметили вот замок природы в портале можно как раз нанять всех этих элементали есть земляной водяной огненный и воздушный также есть вот эти вот цветочки довольно неплохие стрелки потому что они накладывают дебафы но все-таки нет есть богомолы лепреконы и сатиры то есть это замок в котором можно нанять не пять а получается 13 юнитов нет я не просил я не просил сатиров переключите меня пожалуйста да здесь бывает некоторые неудобства не без этого по пути у нас ничего такого интересненького не будет куда мы можем заглянуть можем конечно заглянуть еще вот сюда ну тут просто очередные артефакты очередное рубилово это мы уже видели также у нас есть так называемые красные кармашки то есть красные порталы которые ведут в закрытую зону в которой можно попасть исключительно через красные порталы вот но они не с моей стороны находятся они находятся в закрытой территории поэтому прямо сейчас я туда не попадаю я уже могу за один ход туда добраться поехали точность и начинаем точно лупить им прямо в глаза дэвилы кстати очень неоднозначные ребята замедление на них не подействует давайте небесную броню создадим и давайте сами сами себе создадим дэвилов дэвилы сейчас будут телепортироваться и бить самых слабеньких но если у них кто-то в замке не находится если кто-то в замке то тогда да они начинают оборонять территорию и нам это выгодно блин фейкам не отвечают ну давай мы их отправим в точность автоматически бы упустил зачем ладно что может пойти метод мы загиб нити Emini вали компьютер сделал все чтобы выжили в этом бою против пяти фей ой снайперский арбалет кстати так а то есть занфас вообще говорил захватите центральный остров и получите мое огромнейшее величайшее наследство тут вы говорите что не до конца уверены в здравомыслии вашего нового приемного бате но кому кому какое дело сколько он может еще прожить два года 5 очень маленькая цена для того чтобы заплатить за такое огромное богатство тогда четыре замка на острове захвачены есть победа маленький казус состоит в том что почему-то в менюшке у меня начинает прерываться звук поэтому как видели мы только что победили я зашел в менюшку хотел сказать еще пару слов но там почему-то ничего не записываться поэтому пару слов я вам скажу здесь пока мы еще находимся на карте смотрите это были герои 4 4 серии по героям 4 небольшое предновогоднее такое дурачество можно сказать или ностальгия кому как пишите что вы думаете этой игре о том во что вы играли в те далекие времена играли ли вы в те далекие времена как вам какие какая часть героев самая любимая я уверен в большинстве что напишет 3 или 5 я как уже говорил как по мне лучший герой 4 я уже это обосновывал в первой и второй серии возможно это не популярное мнение но у каждого из нас есть мнение правильно поэтому это моё я вам не собираюсь его навязывать я просто вам его излагаем все ребятушки дальше будет новый год праздники веселье отдых все дела потом у нас будут следующие проекты которые начнутся уже со следующего года нас есть уже даже определен список из чего можно бы выбрать мы пока что подумаем посмотрим что бы как бы где бы вот а на этом на этом будем заканчивать увидимся тоже в следующих игрушках в следующих проектах следующем году всем удачи добра по праву все молодших и всем покеда до свидания Субтитры подогнал «Симон»